Я тут сижу, настраиваю эту штуку, которая у меня на фоне моргает, система контроля доступа, и решил, что можно записать следующее видео. Говорить будем про днат, про то, как мы пробрасываем порты во внутренней локальной сети. Это очень частая такая задача, если у нас есть какие-то серверы в локальной сети, которые мы хотим, чтобы были доступны снаружи. И сейчас мы как раз займемся тем, что настроим этот проброс портов. Это уже часть пятая нашего прокси-сервера, урока по прокси-серверам. Начинаем говорить уже о нате. Будем сейчас говорить о днате. Я в следующем слайде, видите, расшифровал днат. Внизу написано, что это такое. По сути, это трансляция адресов назначения. Значит, у нас пример наш, наша стандартная сеть, с которой мы возимся в течение этой серии уроков. Я его немножечко потер, чтобы было понятно, что будем делать сейчас. У нас с вами есть справа локальная сеть. Напоминаю, в этой локальной сети есть у нас машина 192.168.0.101. Это наша Windows 10. Я предположил, что у меня есть еще одна машина локальной сети с айпишником .102. На обеих этих машинах у меня будет развернут веб-сервер, который принимает соединение по стандартному порту 80. Предположим, что у нас есть какое-то стандартное приложение, и мы хотим, чтобы оно принимало соединение по этому 80-му порту. Если внутри локальной сети мы обращаемся к этим компьютерам, у нас все в порядке. Мы просто говорим, хотим попасть на адрес 0.101, хотим попасть на адрес 0.102 и так далее. Если мы пытаемся подключиться к нашим серверам откуда-то из интернета, мы не можем указать там где-то, что у нас есть здесь айпи адреса 0.101, 0.102. Потому что это наша сеть локальная, она никак не маршрутизируется в интернет. Это только наша локальная сеть. Соответственно, когда мы лезем извне в нашу локалку, у нас есть только одна точка входа. Внешний айпи адрес нашего пограничного сервера, нашего вот этого линукса. В данном случае это айпишник 10.0.1.5. И единственное, что мы можем сделать, это сказать то, что если кто-то стучится на айпишник 10.0.1.5 по каким-то портам, то мы берем и пробрасываем эти соединения куда-то дальше. Если у нас с вами справа две машины, которые прослушивают соединения по одному и тому же 80-му порту, то нам нужно выбрать два разных порта на вход со стороны внешней сетевой карточки. В данном случае я говорю, что если кто-то стучится по 80-му порту, мы просто пробрасываем его на машину 0.101. Если кто-то ко мне стучится по порту 81-му, мы его пробрасываем в локальную сеть на айпишник 0.102 на порт 80. Мы сейчас эти правила создадим. На самом деле практическая часть у нас будет очень короткая, важно понять вот эту картинку. Потому что мои студенты очень часто на этом спотыкаются, они создают кучу одинаковых правил. И не понимают то, что у нас всего одна точка входа, и если мы принимаем соединение по порту 80, то мы можем пробросить локальную сеть только на одну какую-то машину. Это важно понимать. То есть, когда мы лезем извне в локалку, у нас есть одна точка входа на внешний айпишник. Другой вариант, это если у нас есть с вами VPN какое-то соединение, тогда внутри этого VPN соединения мы, конечно, можем обращаться к айпишникам нашей локальной сети через это VPN соединение. Но мы рассматриваем стандартную ситуацию, когда у нас есть прокси-сервер, фаервол, какие-то айпишники в локальной сети, какие-то сервера, веб-сервера, регистраторы, приложения, все что угодно. И мы хотим извне клиентам, нашим сотрудникам, кому угодно, давать доступ к этим серверам, которые находятся у нас в локалке. Это наш такой типовой пример, который мы его будем сейчас решать. Я вам еще раз здесь показываю наш слайд с цепочками, чтобы вы понимали. Как я и говорил, мы сейчас будем перехватывать соединения, которые адресовываются нашей внешней сетевой карточке Linux. То есть, если кто-то будет обращаться по порту 80 к нашему Linux, мы хотим пробросить его дальше в локалку. И здесь у нас включается как раз цепочка прирутинг, предварительная маршрутизация. Потому что по умолчанию, если кто-то стучится в наш хост NetFilter, если пакеты адресованы ему, то они попадают в нас в цепочку input и им обрабатываются. Тут нам нужно перехватить пакеты, которые адресованы хосту NetFilter. Поэтому мы в цепочке прирутинг создадим правило, что если ты видишь соединение по порту 80, ты это, пожалуйста, соединение пробрось в цепочку forward и дальше в нашу локальную сеть. То есть мы специально сейчас в цепочке прирутинг создадим правило, которое будет просматривать соединения, находить те соединения, в которых указан определенный порт, и эти соединения пробрасывать дальше. То есть пускать их в цепочку forward, а не в цепочку input, куда они направлялись по умолчанию U. Я не стал особенно заморачиваться и просто включил компонент EIS на вот этой нашей машине. То есть если я пройду на ее петлевой IP-адрес 127.0.0.1, у меня открывается страница EIS по умолчанию. Это Internet Informational Services, это наш веб-сервер майкрософтовский, который есть у нас в любой винде. В данном случае у меня винда, по-моему, здесь корпоративная, в Home EIS не ставится, и поэтому у меня все установилось. Я могу точно так же обратиться по IP-шнику этой машины. То есть с нее на саму ее, и вижу то, что вот да, EIS у меня открывается. Теперь я запускаю браузер на своем компьютере. Мой компьютер по отношению к Windows 10 находится якобы в интернете. Поэтому, чтобы попасть на него, мне нужен как раз внешний IP-адрес Linux, который связывает меня и виртуальную локальную сеть той машины. Если я сейчас просто перейду на IP-шник 10.0.1.5, я само собой ничего не увижу, потому что сейчас по порту 80 мой Linux ничего не слушает, и, соответственно, принимать соединение он не может. У него ничего нету, ничего не может ему ответить. Открываю Linux и создам, собственно, правило, которое мне нужно. Для начала давайте проверим то, что у нас правила остались с прошлого занятия в неизменном состоянии. Все правила, которые я создавал, вроде бы на месте. Вот мы в прошлый раз открывали все эти порты. Мне нужно теперь создать правило, которое будет, собственно, пробрасывать соединение по порту 80 в мою локальную сеть. Для начала мне нужно посмотреть название интерфейсов. Я вижу то, что вот это мой внешний интерфейс с вот этим IP-шником, ENP0S3, а ENP0S8 это мой интерфейс с локальной сеткой. Я сейчас создам правило, которое, собственно, будет пробрасывать соединение. Я пишу Supervisor.do, IPTables, минус T в таблицу NAT, потому что цепочка прерутинг у нас находится в таблице NAT. Добавить минус A, добавить действие в цепочку прерутинг, предварительная маршрутизация. Если у меня есть соединение по интерфейсу, я могу указать разные критерии. Могу сказать то, что если кто-то стучится мне на вот этот адрес, то есть указать конкретный адрес, мне удобнее сейчас по интерфейсу. По интерфейсу ENP0S3, если ко мне кто-то стучится, протокол использует TCP, маркер тоже TCP. По порту D-Port, destinationPort, порт назначения 80. Именно поэтому мы сейчас говорим о D-NATе. D это destination, назначение. Если кто-то указывает в качестве назначения порт 80 и стучится на мою сетевуху вот эту вот, то выполнить действие, минус J, D-NAT действие, destinationNAT, то самое, которое у нас было на слайде. D-NAT to destination, то есть перенаправить это соединение на IP-102.168.0.101. Нажимаю Enter, нажимаю IP Table Save. И вижу то, что у меня появилось это правило. Вот оно, в таблице NAT, в цепочке при рутинг. Если кто-то ко мне лезет в сетевуху мою вот эту вот, ENP0S3, по TCP-шному порту 80, то его нужно перебросить на IP-шник 0.101, прям с тем же самым портом. Этого правила нам сейчас недостаточно, потому что мы, по сути, просто перехватываем соединение по порту 80 и пробрасываем их в локальную сеть. Но в цепочке Forward у нас не разрешен проброс порта 80. Точнее, у нас вот он здесь разрешен, но только если источником, сурсом является моя локальная сеть. А в обратную сторону, извне, в локалку, у меня проброс 80-го порта не разрешен. Поэтому мне сейчас нужно сделать еще одно правило. Сказать Supervisor Do, IP Tables, важный момент это, добавить в цепочку Forward, тут можно таблицу уже не указывать, потому что таблица фильтров, в которой находится цепочка Forward, у нас используется по умолчанию. Опять же, то же самое, если интерфейс у нас ENP0S3, 0S3, и в этот интерфейс стучаться по порту 80, то нужно, собственно, минус J, это разрешить. Accept. Делаю IP Table Save, и вижу то, что у меня добавилось это правило, вот оно здесь внизу. Я разрешил проход соединений по порту 80 с вот этой сетевой карточки. Я могу запустить теперь свой браузер, вот здесь вот, и нажать «Обновить». И вижу сразу то, что у меня ИС открылось. Таким образом, я сейчас извне попал в виртуальную локальную сеть по порту 80, вот здесь вот. У нас на слайде была задача интереснее, и мы должны были еще разрешить проброс соединений по другому порту на другую машину. Тут правило, в принципе, схожее с тем правилом, которое мы создавали. Опять же, если кто-то стучится к нам по вот этому интерфейсу, но теперь уже по порту 81, вспоминайте картинку, то есть, если теперь у меня есть соединение по порту 81, мне нужно пробросить его на другую машину, на машину 102, но при этом еще транслировать порт 80. Вот так вот это выглядит, двоеточие 80. Соответственно, кто извне будет лезть на мой внешний IP-шник по порту 81, будет попадать на мой вот этот локальный IP-шник на порт 80. Делаю IP-table save. Вот у меня эти два правила красивых. И что важно, мне теперь не нужно снова разрешать соединения по порту 80, потому что, если вы исполните слайд, у меня в цепочке pre-routing уже сразу порт 81 будет меняться на порт 80. И в цепочку forward уже будут попадать пакеты, в которых указанным портом назначения является порт 80, а порт 80 мы вот уже открыли этим правилом. То есть, дополнительно, порт 81 мне в цепочке forward открывать не нужно, потому что мы вот в этом месте, в цепочке pre-routing, порт 81 превращаем в порт 80. Вот такое, на самом деле, вроде бы сложное занятие, но мы с вами буквально создали два правила, которые необходимы для проброса портов вовнутрь. Если не понимаете, заново пробежитесь по занятию, внимательно рассмотрите картинку и, я думаю, разберетесь, потому что проброс портов вот так извне в локальную сеть это довольно частая задача, и мы сейчас ее с вами разобрали.